Всем привет, дамы и господа! Я нахожусь в Сан-Франциско. Приехал в магазин РОС посмотреть шмотки. 8, 8. А, нет, вот цены надо смотреть. 24, 25. Во, 21, прикольная. Вот, видите, старая цена 45, а настоящая цена 19. Сколько такая? 30. Решил купить себе куртку. Примеряю. Цены в среднем 34, 39 за куртку. Вот это, допустим, Рибок. Вот это, кстати, классная. Всего лишь за 33 доллара. Смотрите, с мехом. Кожа такая, мягкая кожа. Прикольная. Решил взять вот эту куртку. Легкая. Стоит всего лишь 34 доллара. Теплая такая. Что за фирма? Я не знаю такую фирму. Ну, в общем, кайфовая куртка. Так, а теперь обувь. Смотрите, кроссы. 26. Чемпион. Вот такие летние. Сетчатые. 39. Фила. Что-то я цену не вижу. Вот фила. 29. Ну, 30. Вот тоже 30. Во, мощные фила за 25. Собственно, вот эти кроссовки фила я и куплю. Короче, кроссовки 24,99. Куртка 34,99. Тотал 65,41, потому что налог еще 5,18 налог. Вот, собственно, затарился. Пойду бахну кофейку с чем-нибудь сладким. Пойду бахну кофейку. Порядочная китайская кофейня. Порядочная китайская кофейня. 2,5 доллара кофе, 2,5 доллара кровосан. Там чрезвычайно вкусно. Постоянно к ним хожу и пью у них кофе. Вот уважаемые подписчики пишут в комментариях, что надо больше хаванины. Специально для вас, родные, иду хавать. То есть, если бы не подписчики, я бы вообще не ел. Вот, собственно, корейский ресторан. Корейцы, как я уже говорил, вообще лучшие. Особенно, ну, южные корейцы, разумеется. Пойду похаваю в корейском ресторане. Порядочный корейский ресторан. Это чрезвычайно вкусно. Это называется бизнес-ланч. Короче, сначала тебе подают чай. Только он вообще практически как кипяток. Очень-очень слабый зеленый чай. Потом подаются закуски. Там кимчи, которую я обожаю. Короче, спаржа, всякая картошка. Очень вкусные закуски. Потом принесли второе блюдо сначала. Это, короче, говядина барбекю. С рисом и плашка риса. И потом принесли еще суп. Представляете, чрезвычайно вкусный суп. С говядиной, с сыром. Ну, короче, очень вкусно. Стоит это все 17,5 долларов. Ну, вместе с чаевыми вышло 20 долларов. Очень вкусно. Кайф. Корейцы подтвердили звание лучших кулинаров. А я приехал в магазин Таргет. Затарится немного хаваниной. Это что-то типа Волмарта. Такой гигантский магазин. Представляете, в Сан-Франциско нет Волмартов. Вообще нет Волмарта. Вместо них есть Таргет. Сейчас я вам его покажу. Сразу на входе одежда. Смотрите, какие теплые куртки. По 78 долларов. Вот, смотрите, оранжевые пуховики. Тоже 78. Рубахи по 36. Хорошего качества рубахи. Так, мне надо контейнеры для хаванины. Вот эти вот подходят для разогрева в микроволновой печи. И написано, стоит 3,79. Набор из 5 штук. Возьму. На самом деле, Волмарт в тысячу раз круче. И там цены ниже. Хотя, может быть, это потому, что Волмарт в Сакраменто, где цены, в принципе, ниже. Мясо. Мясо. Как раз хотел приготовить мясо. Смотрите. Два шикарных свиных стейка за 5 долларов. Это получается чуть больше полкилограмма. Сыр. 2,39. А, я еще йогурт взял. Плитка шоколада за 6 долларов. Это, видите, печать USDA, типа Organic. Супер качество. Различные соусы. Возьму вот такой, типа с майонезом. За 2 долларов. Кстати, вот еще взял себе соль. 737 грамм за 59 центов. Сникерсы возьму. Грин какие-то. 3,99 за пачку. Стеклянный контейнер. Для приготовления чего-то в микроволновке, допустим. Возьму такой. Электрические чайники. 25, 16, 24. А металлический чайник на плиту. 9 долларов. Стаканы. По 3 доллара. Всякие разные стаканы. 3 доллара. А есть и по 2. Столовые приборы. Элитные. По 50 долларов. По 40 долларов. А вот по 20. А вот по 10. Кружки. Смотрите. За 5 долларов. Шикарная гигантская кружка. Вот по 5 тоже. А есть вот такие с рисунком. По 7. А мне рисунок не важен. Я возьму, наверное... О, смотрите. А есть еще по 3. Вот такие. По 3 доллара. Нормальная кружка. Возьму себе вот такую кружку. За 3 доллара. Хотя за 5 по понтовей. Дилемма. Какую взять? Пишите в комментах. Возьму за 5. У нас скоро Хэллоуин. Смотрите, какие черепа появились. По 35 долларов. Памятники. По 10. А рыбы здесь нет. Вот я не понимаю, почему не продают рыбу в таких больших магазинах. Сейчас подошел, спросил, говорю, есть ли здесь рыба, говорят, нет, только консервированная. Почему? Я хотел купить огромный кусок красной рыбы и замариновать. Но, к сожалению, его нет. Я спросил у кассира, почему нет Волмартов в Сан-Франциско. Он говорит, для Волмартов нужна гигантская площадь, потому что Волмарт это гигантский, огромнейший магазин, где есть все-все-все. Таргет, говорит, чуть поменьше. Но Таргет это суперкрутая американская сеть. Он же начал расхваливать Таргет. Вот. На самом деле Волмарт круче. Как-то так. А вот мой суперкар. Купил себе еще зеленый чай. И 20 пакетиков, смотрите, Organic с печатью USDI. Я стараюсь покупать продукты, где есть вот такая печать USDI. Это значит высшее качество. Они стоят, разумеется, немного дороже, но по качеству реально отличаются. Даже бананы, если ты покупаешь на 10 центов, они дороже. Organic всегда лучше, всегда вкуснее. Качество и так далее. А какао, к сожалению, обычное. Органического какао не было. Тоже стоит там, я не знаю, бакса 3, наверное. Попробую. Вот так вот, друзья, кстати, нашел рыбу. Красная рыба. Правда, вот смотрите, эта женщина ходит. Она агитирует за выборы за кого-то голосовать. С плакатом, видимо. Муниципальные выборы, наверное. Рыбу. Красную рыбу я нашел в магазине Safeway. В магазине Safeway. Два куска, я не знаю, сколько по весу, чуть не посмотрел. Два куска такие форели, чрезвычайно вкусные, посолил. Стоят 10 долларов за два куска, ну, порядочные куски. В следующий раз буду покупать, покажу вам. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч.